Короче, я в Бурятии. Прибыл. Значит, сейчас надо разобраться, как мне доехать до своей гостиницы. Тут непростое метро. В эти выходные будет проходить автосалон. Будет очень много информации. Я куплю специальную местную симку. Сейчас, кстати, до меня не дозвонится. Но интернет работает. Поэтому будет очень много сторис. Непривычно много для меня. Больше трех в день. Поэтому смотрите, наблюдайте. Ну и помимо автомобилей, конечно, буду показывать, что еще здесь мне интересного может завлечь. Так что... Ну что, первый же квест. Я сел в метро в аэропорту. Думаю, а интересно, как за него платить-то мне придется. Зашел, доехал и на станцию уже выходить. Думаю, ну, видимо, тут пункт оплаты. Вызвал работник из станции, потому что сам не разобрался. И есть у меня одна особенность. Это я умею профессионально дурака включать. В общем, я ему на ломаном английском пытался объяснить, что и как. Даже деньги достал. В итоге он сказал, иди. Просто так. Вот не хотел сэкономить. А случилось. Ну, короче, тут, конечно, очень чисто. Тут прям чище, чем в северном парке, совершенно точно. Ну и тепло сегодня. А вот, кажется, моя гостиница. Тут что у нас? Свежая пресса. Тут всякие, значит, напитки. Тут смаки всякие лежат, а не только. Это выпечка, которую мы не употребляем. Хотя, конечно, я думаю, можно себе читмилл устроить. Ну, нравится мне, конечно, не дома всякую пробовать аутентичную штуку. Запрещеночка тут у нас. Кока-кола всякая разная. Ну, вот такие вот тут пятерочки японские. Не понимаю пока в ценах дешевле или дороже. Посмотрим. А еще смотрите, какой прикол. Ну, допустим, причем взять автомобильный журнал. Во-первых, я не могу его полистать в магазине. Он заклеен. Ну, ладно. Этот краешку-то попробовал, он черно-белый. Ладно. Не это меня удивило. Беру другой журнал, к примеру. И он листается, ну, типа, вот так вот, слева направо. То есть тут даже журналы под левостороннее движение. И к этому я сначала думал, может, мне показалось, но нет. Из честных страниц идет вот так вот. Вообще, что за прикол такой? Что за песни?